В день рождения столицы тысячи ее горожан и гостей стали свидетелями небывалого зрелища. На площади посреди белых юрт в огромном казане шло приготовление казахского бешбармака. В толпе зрителей ходили пересуды о количестве мяса, качестве теста, а со сцены звучало слово «тай-казан». Что оно значит и почему казахский народ издревле почитает «тай-казан» как символ единения и гостеприимства? Об этом далее в нашей программе. День старта года Ассамблеи народа Казахстана. Одновременно во всех городах республики на флагштоках поднимаются флаги ассамблеи. В Астане во Дворце мира и Согласия проходит торжественная церемония, в ходе которой берет старт республиканская акция «20 добрых дел». Символом этой акции стал древний тай-казан. Тай-казан – это святыня древнего Туркестана. Расположена в мавзолее Ахмеда Ясави. Ритуальный бронзовый казан не имеет себе равных. Его диаметр более двух метров, а вес составляет две тонны. Легенда гласит, что казан отлит из сплава семи металлов. Железо, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра, золото. В истории осталось имя мастера-металлурга Абдул-Газиз Шарафудденулы Альтибризи. В 14 веке он решил не только технологическую проблему сплава, но и продумал эстетическую сторону проекта. Тай-казан украшен тремя поясами с растительным орнаментом и красивой арабской вязью. Отвесным ручком казана мастер придал изящную форму лепестков лотоса. В древности в Тай-казане готовили кушанье для паломников. Для тюрков он стал символом единства, добра и благополучия. В начале года специальная делегация ассамблеи отправилась в Туркестан, чтобы привезти в Астану символ Тай-казана для старта республиканской эстафеты 20 добрых дел. На календаре февраль, на улице холод. Но, как вспоминает одна из участниц той поездки, эстафете добра сопутствовала хорошая погода. Ну и не тепло было там, в самом Туркестане, но вот именно на этот момент и небо очистилось. И вот та искренность, тот необыкновенный дух, который присущен всем мероприятиям, которые проводит ассамблея народа Казахстана, он присутствовал. Вот необыкновенная радость от того, что символом избран вот священный Тай-казан, который обитеняет народ и дарит добро всем окружающим. В течение нескольких месяцев знак эстафеты добрых дел переходит от одной области к другой. Цель – наполнить символический Тай-казан добрыми и славными делами на благо страны. С февраля по апрель месяц наш символический Тай-казан объехал всю страну, и в него были собраны добрые дела. Это, к примеру, помощь нуждающимся, помощь ветеранам, материальная поддержка. За 80 дней была оказана помощь на сумму 2 миллиарда тенге. Тай-казан Прошли тысячи мероприятий, и это не сухие цифры, а важные социальные проекты, которые принесли пользу, помощь детям и старикам, поддержка матерей и начинающих предпринимателей. В ходе акции были открыты детские сады, спортивные комплексы, вручались ключи от квартир. Есть определенные времена, когда нужно, чтобы мы друг друга напоминали о наших важных ценностях, о тех вещах, которые мы не должны никогда забывать, о тех вещах, что мы живем в одном обществе, и очень важно, чтобы каждый член общества считал ее частью, и чтобы любой гражданин Казахстана, чтобы он считал, что мы сограждане где-то ключи-мак-ключи, рука, рука и так далее. Поэтому самое главное, я хотел бы подчеркнуть и сказать, что Тайказан объединяет не просто людей, Тайказан объединяет сердца. Благие начинания Ассамблеи народа Казахстана продолжило Казахское географическое общество. Его представители задались целью способствовать популяризации казахстанской культуры в мире. В этом году состоялась первая казахстанская лыжная экспедиция на Северный полюс, приуроченная к году Ассамблеи. Флаг Казахстана и флаг Ассамблеи были установлены в самой холодной точке планеты. На северных широтах звучала теплая песня родного края. В преддверии Дня столицы Казахское географическое общество объявило о намерении приготовить самый большой в мире бешбармак. По замыслу организаторов, это достижение должно быть зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Таким образом, о казахской кухне узнает весь мир. Идею поддержали Ассамблея народа Казахстана и Акимат Астаны. Название для этого проекта подобрали в духе казахских традиций – «Тайказан». Так акция по популяризации казахской культуры стала продолжением республиканской эстафеты добра. Во всем мире о стране, о народе узнают не только по достижениям в спорте или искусстве, это так, конечно, но и по особенностям культуры, по традициям, по национальной кухне. И в этом ключе, я считаю, бешбармак должен стать нашим казахским брендом, как и камаз. Если национальные блюда попадут в Книгу рекордов, то люди захотят узнать и другие наши казахстанские бренды. Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса прибыла в Казахстан с четкими инструкциями. По ее словам, для достижения рекорда в приготовлении самого большого бешбармака в мире нужно соблюсти ряд условий. Необходимо, чтобы был соблюден традиционный рецепт, который включает в себя мясо, лук и раскатанное вручную тесто. Блюдо должно быть представлено в одной посуде, которой является казан. И, наконец, весь бешбармак должен быть взвешен. При этом обязательно вес приготовленного блюда должен превысить 200 килограмм. Только в этом случае достижение рекорда будет зафиксировано судьями. Накануне Дня столицы, с самого раннего утра, повара приступили к священнодействию. Всего было заготовлено более 800 килограммов мяса, 350 килограммов теста и 14 мешков лука. В котлах кипел вкусный бульон, а несколько десятков кулинаров готовили мясную нарезку. Когда блюдо было почти готово, главный шеф-повар рассказал журналистам, как готовили супер-бешбармак. Ну, мы начали готовиться очень давно, еще 3-4 дня назад. Организаторы, конечно, намного раньше. И в течение трех суток мы с ребятами, с поварами не спали. Все делали вручную, полностью вся нарезка и раскатка теста была произведена вручную. Запах блюда собирал гостей в парке влюбленных Астаны. В его центре разместился огромный котел. Именно в нем будет произведено взвешивание бешбармака. С утра на сцене выступали артисты. Они зазывали гостей праздника на самый большой той с самым невероятным угощением. Как только бешбармак был готов, его стали выкладывать в казан для взвешивания. И зрители, и участники праздника фиксировали, как растет числовое значение на весах. Вскоре вес блюда перевалил за необходимые 200 килограмм. Бесстрастные весы показывали все больший вес. Увидев на сцене судью Книги рекордов Гиннеса, зрители приветствовали гостью. Это был мировой рекорд. Он обозначил новую веху в истории Тайказана. О символе единства и гостеприимства казахского народа, начиная с этой минуты, узнают почитатели Книги рекордов Гиннеса. Благодаря любимому всеми блюду – бешбармаку. Из Туркестана специально сделанный Тайказан объехал в этом году весь Казахстан. Все наши области, районные центры. И сегодня это мероприятие находят в логическом завершении. Тайказан всегда был мощным объединяющим фактором. День рождения Астаны совпадает с днем рождения нашего президента. Поэтому от имени президента всем нашим сегодня гостям, астанчанам, будет возможность сегодня попробовать и покушать наш великий бешбармак. Акимат Астаны специально пригласил на акцию 60 малоимущих семей. Всех объединил праздничный Тайказан на общем празднике. Я очень рад, что стал сотропезником со всем нашим народом на этом тое. Благодаря нашему президенту есть Астана. Есть такой праздник. Спасибо ему. Мы счастливы. Тайказан. В этом году он подарил тепло и заботу сотням казахстанцев через тысячи дел, реализованных ассамблеей во всех регионах страны. И это только начало. Теперь Тайказан узнают далеко за пределами нашей республики как символ единения и гостеприимства Казахстана. Казахстан